На сегодняшний день, если мы говорим о каких-то условных трибуналах, это пока все фантазии Пушилина. На самом деле, он отрабатывает себя перед публикой, не более того. Потому что если отследить все то, что в принципе несется пропагандистская машина, понимать его уровень и понимать, как работает русская информация, то, скажем так, любые трибуналы на сегодняшний день это несколько преувеличено. Какой будет использован сценарий и как будут развиваться события, до конца непонятно, по-моему, ни одной из сторон. Потому что, судя по всему, переговоры у нас еще проходят по поводу будущего, в том числе наших защитников и нашего гарнизона Мариуполя. Поэтому на сегодняшний день этому можно верить. Ну, знаете, это примерно как строить прогнозы. Такая чистая лица в стране чудес на сегодняшний день. Ну да, можно и так сказать. Скажите, пожалуйста, а фильтрационные лагеря все еще существуют? Вывозят все еще гражданское население, например, из Мариуполя? Им точно так же приходится проходить через все эти издевательства? Безусловно, ничего не изменилось. Глобально процесс вывоза и депортации, он нарастает, только не уменьшается. В принципе, с одной стороны, мы можем сказать о том, что количество людей, которых в точках фильтрации, оно немножко уменьшилось. Но это потому, что увеличилось, в принципе, количество точек фильтрации. Они открылись, в том числе, в Мариуполе на сегодняшний день. Но при этом явно нарастает количество людей, которые удерживаются русскими в фильтрационных, настоящих уже колониях, которые находятся в безыменном и в селе Казацком. Ну, в том числе, в фильтрационной тюрьме, которая находится, в частности, в Еленовке. Поэтому процесс ужесточения режима мы наблюдаем, как и рост депортации, к сожалению. Петр, сколько человек находится в этих лагерях? Есть ли данные? И какие вообще вопросы им там ставят? На предмет чего их проверяют? Ну, по фильтрационным пунктам, как мы сейчас их называем, людей там содержится не так и много, потому что там достаточно большой проток, скажем так. Ну, плюс, я говорю, открылись в городе. А вот фильтрационные колонии, например, в безыменном и Казацком, в совокупности, если там они уже люди содержатся шестую неделю, если до этого мы говорили о том, что там было порядка двух тысяч людей, то сейчас уже от трех до четырех тысяч людей. Ну и в колонии в Еленовке содержится порядка от четырех до шести тысяч мариупольцев, тех, которые не прошли фильтрацию. Ну, Еленовка, это уже вообще ближе к настоящему концлагерю, да, скажем так. Поэтому вот такая вот ситуация на сегодняшний день. А что в Еленовке? Почему она ближе к концлагерю? Там более жесткие условия, там допросы идут? Да, там абсолютно жесткие условия. Там людей набито в каждой камере, как селедка в банку, знаете, до такой степени, что люди не могут лежать на полу, они должны стоять или максимум сидеть на корточках. Я извиняюсь, туалет один раз в сутки, банка воды, пятилитровая, там, человек на 30, на 40 на сутки, еда как получится, плюс допросы, допросы, соответственно, с применением физической силы. Ну, настоящий концлагер, собственно, если я говорю так. И из него выхода практически нет, либо редко человека ломают, и он выходит, и дальше предоставлен сам себе, и пытается куда-нибудь прорваться, скажем так, в единичных случаях, он продолжает удерживаться в Еленовке, либо его вызнают вообще неблагонадежным и везут дальше в более, еще более жесткую тюрьму в Донецк, например. Ну, мы догадываемся, что это изоляция, но, учитывая количество людей, думаем, что что-то подобное изоляции еще открылось.